Мы начинаем программу Клуб, где самые осведомленные журналисты Оренбужья спорят о том, что важно для каждого. Абитуриентам хотят запретить подавать заявление сразу в несколько вузов. С таким предложением выступила министр просвещения России, по мнению Ольги Васильевой. Существующая система девальвирует высшее образование. Заставит ли подобные меры абитуриентов относиться более ответственно к поступлению в университет? Или это закроет дорогу в престижные вузы ребятам из глубинки? Об этом поговорим с редактором спецпроектов сайта ПРИА-56 Ириной Зацепиной и руководителем Центра развития кино и телевизии Павлом Косовым. Елена Анатольевна, давайте начнем с вас. Вы как вообще, когда узнали про данное предложение министра просвещения, к этому отнеслись? Я считаю, что сейчас абитуриенты не пользуются возможностью подать в пять вузов на три специальности. По меньшей мере, если это все-таки будет реализовано, я думаю, это облегчит работу приемным комиссиям, где просто будет меньше лишних документов. Вот и все. Ну а то, что детишки у нас не поступят в вуз, не получат высшее образование? Я вообще половину детишек не пускала в вузы для получения высшего образования, поскольку в стране нужны все-таки какие-то рабочие специалисты. Вот в наше советское время, которое я еще застала, мы имели возможность поступить всего в один вуз на ту специальность, которую мы хотим или хотят наши родители. Если там мальчик не поступал, он шел в армию, если девочка не поступала, она шла работать и на следующий год поступала. Либо не поступала, а оставалось работать. В общем-то, и количество людей, которые после получения высшего образования работали по специальности, было гораздо больше. Как вы считаете, Павел Сергеевич? Оно изменит, и изменит оно в первую очередь, оно уже многое меняет. На самом деле, посмотрите, сколько за последнее время убрали высших учебных заведений. Их убрали огромное количество. Правильно сделали. Сократили? Ну, конечно, нет, вообще все сделали правильно. Если вообще вспоминать ваше советское время, то на три совхоза один трактор и палка-копалка. И нормально качественные трактористы. Конечно, и копали, 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 и дальше. Но при всем при этом, люди, которым нужно было поступить, дети председателя совхоза, колхоза и так далее, они как поступали, они всегда поступали, и они всегда шли туда, куда нужно. В мое уже переходное время от советского к России в будущем, назовем это так, пошли взятки при поступлении в ВУЗ. Было. Было, конечно. Сегодня мы говорим о том, что есть ЕГЭ, и если ребенок нормально сдал ЕГЭ в школе и поступает, пусть он выбирает огромное количество ВУЗов. Я не знаю, пусть он сегодня пробует хоть в пять, хоть в шесть ВУЗов на пять специальностей. А мы сейчас что ему предлагаем? Мы ему предлагаем, ты вот давай определись конкретно с одной профессией. У нас студенты, они на пятом курсе иногда понимают, что они не туда пошли, и идут работать продавцами или кассирами, не знаю куда. Тут больше надо на самом деле работать с родителями. Кто у нас детей поступает в те или иные высшие учебные заведения? Это родители, которые кричат, мы в свое время не получили высшее образование, но ты-то золото мое обязательно получишь. Говорят они своим детям, и куда угодно туда его направляют. Тут же работа профориентации, которая не ведется в школах, тут же работа там совершенно другая. Но пусть они поступают куда они хотят, пусть они получают два, три, четыре высших образования. Я вот совершенно недавно столкнулась с девушкой. Она говорит, у меня два высших образования. Я вот по первому, значит, ветеринар, по второму я там экономист. Но лечить животных я не могу, считать я тоже не умею. Мне бы вот что-нибудь мерчендайзером где-нибудь бы поработать. Это в принципе сейчас, это в любой сфере такое происходит. Но тут вопрос еще в том, что насколько наши ГОСТы, ну я имею в виду, наши федеральные образовательные стандарты соответствуют реалиям жизни. Наш стандарт не соответствует ни одной реалии жизни. Я там в свое время, когда еще занималась учебными планами, когда мы начали переходить на бакалавриат, да, поняла одну простую вещь. Что на тот бакалавриат, который на Западе мы не перешли, мы просто урезали. А, специалитет. И возможности детям получить образование нормальное мы не даем. Да, мы в учебный план обязаны вписать пять дисциплин по выбору. В принципе, человек может пойти там изучать, ну грубо говоря, там из этих пяти дисциплин, там международную журналистику, музыкальную журналистику, ну еще какое-то направление. Да, на самом деле он не может, потому что, а, нет преподавателей, на такое количество часов им же за это надо платить. А денег нет? Да, когда мы печатаем диплом, мы должны в дипломе выдать определенное количество часов. Если тебе положено выбрать один предмет, то он только у тебя один будет стоять, да. То есть второй, если ты даже прослушал, тебе его все равно в диплом не напишут. И в, если на Западе человек может выбрать, да, я послушаю то и то и то, и мне запишут, то у нас, мы говорим так, все идут на один, потому что вот этот преподаватель, есть и такое количество часов, потому что денег нет. Это же платно на Западе, высшее образование в любом случае платно. Да у нас в общем тоже в большинстве не бесплатно. Оно у нас тоже в принципе платно, посмотрите, сколько сейчас бюджетных мест. Поэтому я всегда говорю, но если мы говорим о том, что вузам на сегодняшний момент не хватает денег на то, на другое, на третье, так давайте оставим огромное количество коммерческих мест. Другой вопрос, что они, условно, да, они не могут устроиться на работу. Но это на самом деле, а, проблема родителей, которые отправили туда учиться своего ребенка, студента. Да хватит, что же вы к детям-то относитесь, они уж не дети, им по 17 лет родитель отправил учиться ребенка. А кто? А вы посмотрите, ну на самом деле, Ирина Антоновна. В основном родители решают, да. Да, родители, родители, еще раз родители. Б, ну ты сам думал, куда ты поступал, да, ну захотел он получить то или иное. Сейчас посмотрите, народ пошел там на специальности военных, да, все, что связано с госслужбой, многое-многое-многое другое. Они почему-то не думают о том, что нужно идти в космическую отрасль, хотя у нас есть там космические институты. Вот, знаний не хватает по математике. Вот и все. Это вопрос уже о том, насколько в школах подготовили их к выбору будущей профессии и специальности. Но поступают, пусть они хоть в 10 вузов, хотят они учиться в 5 вузах одновременно, пусть учатся. Потом, по крайней мере, они смогут. Ну по закону нельзя в 5 вузах одновременно учиться. Так, ну, по закону там нам сейчас... Когда успевать-то будет, если нормально учиться? Главное, чтобы это не была медакадемия какая-нибудь. Да, да, вот это вот так. На юристов-то пусть. Как мне кажется, что тут надо смотреть глубже. То есть вот когда заявляют такие вещи, в первую очередь ничего хорошего для народонаселения от этого ждать не приходится. В первую очередь нужно смотреть, а, сократят бюджетные места, б, сократят преподавателей, в, сократят учебную нагрузку. Все это на самом деле намного глубже, намного дальше. Все это намного глубже, это на самом деле всемирный заговор против России. Все говорят о том, что, значит, нам не нужно столько людей с высшим образованием. Вместе с этим посмотрите на среднеспециальные учебные заведения. Они до сих пор учат на контролеров-кассиров, да, там контролер-кассир и так далее. Друзья, вы давно в больших сетевых магазинах были? Там уже давным-давно стоят автомат, кассы автоматы. Ничего, лишняя математика продавцу не будет лишней. Так не будет этих продавцов-то скоро не будет. А вместе с этим профессия токаря, последнее учебное заведение среднеспециально, а токари нужны. Нужны. Вот. Была закрыта, если я не ошибаюсь, лет 5 или 7 назад. И электрика хорошего не найдешь, и сантехника хорошего не найдешь. А раньше после школы троечники нормально шли и становились хорошими электриками и хорошими сантехниками. Они и сейчас. А сейчас они в юристы идут на коммерческой основе. Господа, давайте будем подвозить итоги все-таки. Если все-таки мы придем к тому, что можно будет подавать документы только в один вуз абитуриенту, хорошо это или плохо? Ирина Анатольевна, коротко. Мы тут с Павлом Сергеевичем во мнениях не сошлись. Я думаю, что не в один вуз, а в два и хотя бы на 3-4 специальности какие-то. Это будет нормально. Я думаю, что никогда в жизни они не сделают, что одна специальность и один вуз. То есть не закроют это перед талантливыми детьми? Нет. Я думаю, что талантливые дети пробьются, и не поступив первый год, и не поступив второй, потому что талант всегда пробьется. Павел Сергеевич, вы с детьми у нас по большей части сейчас работаете. Вы как считаете, будет это для них ударом? Ну, я считаю, что ударом будет в этом случае, если, опять же повторюсь, если они примут решение уменьшить количество специальностей или вузов, на которые можно подавать заявление. В первую очередь, это будет удар по бюджетным местам. Это раз. Во вторую очередь, это будет, на самом деле, удар по, опять же, той же психике детей. Это два. И в третьих, а в третьих, в любом случае, это будет удар по родительскому кошельку, потому что стоимость коммерческого обучения возрастет. Ну, а чья позиция ближе именно вам, вы можете оставить свой голос на нашем сайте 56nv.ru. Встретимся с вами ровно через неделю для того, чтобы обсудить самые актуальные темы с самыми осведомленными журналистами Оренбуржья. Образ ведущей создан студией свадебных и вечерних образов White Fox.